На площади перед дворцом спорта труд сегодня необычайное оживление. На ежегодную выставку изделий, изготовленных учащимися училищ и техникум, пришли сотни горожан. Студенты со всей области привезли свои самые лучшие работы. Получить свой портрет, попробовать равносолы или купить картину. На выставке посетителям предлагают все самое интересное. Особой популярностью в холодный день пользуются горячие блинчики. Их готовят тут же, на площади. Приобрести можно почти все, от шахмат и постельного белья до мебели и уличных фонарей. Второкурсник профессионального училища Данила Бобыльцев после учебы хочет работать по специальности – столером. Из дерева он может сделать почти все. Могу сделать, можно сказать, от разделочной доски до шафа, до шифонеры и всего остального. Эта ярмарка привлекает и потенциальных работодателей, которые могут заключить трудовые договоры и принять на работу выпускников. Преподаватели училищ подыскивают на ярмарке новых учащихся. Подобная практика существует уже 70 лет. Ровно столько, сколько сама система начального и профессионального образования. Иркутская область гордится прежде всего тем, что в последние годы эта система была сохранена и сегодня является достаточно серьезным институтом подготовки рабочих кадров для наших производственных предприятий. Специалисты отмечают, что огромного дефицита рабочих кадров, который испытывала область еще три года назад, сейчас в регионе нет. В нынешнем году конкурс в профессиональные училища и техникумы значительно возрос. Всего в такие учебные заведения Иркутской области поступило 8,5 тысяч человек. Анастасия Алыбова, Николай Крупченко. Новости сейчас.